всем привет блендер 281 а это акула из the brush вот она так выглядит по прошлым роликам возможно она вам знакома и погнали попробуем сделать вот этой акуле rig и попробовать анимацию сделать ей так первый способ добавить арматуру заходим ставим отображение во вьюпорте спереди нажимаем на акулу z сетка варфрейм нажимаем на косточку и заходим табуляция именно в режим редактирования screencast key видимость именно нажимаем их клавиши панель n вот теперь слева все это дело видно щелчок лево кнопкой мыши и теперь жмем g перетягиваем сюда семерка на нампаде все по центру только на нампаде и теперь возьмем транспорт и все это дело перекрутим так ставим ее вот сюда нажимаем на голову именно кости и жмем е делаем поменьше здесь именно костей вот таким образом а эту кость вот сюда уводим тоже здесь поменьше вот таким вот образом где-то так теперь вот от этой кости отводим косточку е нажимаем на нее alt и очистить родителя и теперь нажимаем g переводим вот сюда единица на нампаде вот сюда нампад это под правой рукой на клавиатуре где только циферки если кто-то забыл или не смотрел прошлые ролики так все это дело установлено поймать по плавнику теперь этот плавник нажимаем shift нажимаем на вот этот и control p и pop set нажимаем теперь единицу на нампаде нажимаем на плавник shift копируем и правая кнопка мыши симметрия x global и g вот так все это дело переводим вот таким образом все установлено и смотрим чтобы и тут все соединилось так и это вся соединена все нормально все зашибись теперь вот в чем казус будет у вас заходим в объектный режим нажимаем на модель shift зажатый нажимаем на кости делаем генерацию control p с автоматическими весами если сейчас мы зайдем именно в режим позы то получается у нас вот все будет работать вот вы видите все гнется все нормально можно записать именно нормальный именно ролик как плавает акула на месте допустим но если мы захотим добавить ей путь то нужно здесь вот еще одна косточка внизу центральная если мы ее будем опять же генерировать вот генерал рик вот это появится центр вот этот но он будет где как двигаться отдельно от наши именно акулы давайте попробуем и так и так я сейчас все это дело сохраню сначала сохранить как и сохраняем как файл проекта unity сохранить так все это у нас дело есть и погнали экспериментировать если сейчас мы заходим в режим позы смотрим что тут да как семерка на нампаде и вот давайте изменим первый кадр запишем вот так все это дело р ну и вот так вот р и где то вот так еще можно изменить голову сюда это вот дело сюда а это дело чуть сюда и и положение и вращение keep offset не keep offset lock rot вот это первый кадр переключаемся на десятый кадр и теперь меняем позу вот жмем так пардонки нету пользу вот жмем р жмем р вот так эту теперь р и вот эту р вот так эту теперь сюда на эту вот туда и голову в другую сторону вот таким вот образом жмем теперь а и и положение вращения lock rot также все это дело можно здесь в панели продублировать здесь движений мало у рыбы экспозиционный лист вот колесиком крутим вперед и через shift все это дело вытягиваем так вот и еще вперед вот теперь нам нужен 20 и теперь на первую ставим и теперь нам нужно скопировать первый нулевой кадр снимаем выделение щелчок alt левая кнопка мыши shift d на двадцатый кадр и теперь десятый кадр alt щелчок левой кнопкой мыши на shift d тридцатый кадр так чуть-чуть еще больше можно поставить колесико чуть-чуть уменьшить уже на себя крутим и теперь также можно добавить вот эту вот alt щелчок левой кнопкой мыши shift d на сороковой и alt щелчок левой кнопкой мыши shift d на пятидесятый ставим здесь пятьдесят кадров enter ну и смотрим что да как включаем play сейчас я все это дело уберу вот вы видите что рыба офигенно плавает вот такое у нее движение все зашибись ну вот теперь по пути пустить давайте попробуем по пути пустить долгий будет сегодня эксперимент над рыбой семерка все таки простая а загвоздок здесь много и теперь объектный режим добавляем добавляем теперь кривую безе табуляция заходим в режим редактирования и вот эту вот кривую давайте как-нибудь повертим ну допустим е е е и опять е и как-нибудь вот так ее кругом теперь можно ее чуть-чуть подредактировать именно там р покрутить вот так или вот эту вот раскрутить р чуть-чуть помягче поставить вот так вот g где-то уменьшить поворот где-то его допустим увеличить вот так здесь вот так вот ну словом прикольно вот такая штука и вот теперь вся заморочка в чем мы нажимаем нам нужен центр вот если мы сейчас зайдем в объектный режим нажмем на нашу акулу поставим на первый кадр допустим вот так вот на нулевой можно ее даже акулу сгенерировать появляется вот такой вот центр и на нампаде его так 7 на нампаде можно его s даже уменьшить не беда и попробуем получится не получится вот что получается нажимать нажимать надо на него вот сейчас можно его даже сгенерировать именно вот с этой акулой control p с автоматическими весами заходим в режим позы и вот нажимаем на него на этот вот центр центр и смотрите что будет происходить заходим теперь вот в эту функцию по прошлым роликом настройка ограничители костей добавляем ограничитель следовать по пути нажимаем на пипетку ставим на безе и вы видите что переместился только центр центр не перемещается с акулой вот в чем загвоздка в этом вся беда и будет двигаться только центр акула будет стоять на месте повторяем другой вариант так открыть не сохранять есть другой вариант оживить акулу но чуть-чуть будет с этой как я с анимацией немножко будет проблема это режим позы так редактирование нажимаем на косточку 3 на нампаде нажимаем е вот так выводим нажимаем на косточку и очистить родителя и теперь транспозом можно так вот вниз мовом и транспозом поперекрутить вот так вот это все дело подгоняем под середину вот так ставим чуть-чуть вперед кораблю корму и вот теперь что нужно сделать нажимаем на все наши вот эти кости shift левая кнопка мыши и выделяем эти повлажники в конце центральная кость ctrl p с сохранением взаимного расположения вот так вот вот теперь вот эта кость будет тянуть за собой все кости но вот смотрите что происходит в режиме так объектный режим сначала мы это все выделяем ctrl p опять же ставим автоматические веса заходим теперь в режим позы ставим z сплошной и попробуем все это делаем анимировать ну в смысле изменить позу семерка на нампаде и смотрите какая будет кака нажимаем на эту кость допустим и делаем r видите она сама двигается потому что вот эти все кости привязались именно вот к этой кости вот вот к этой можно попробовать по другому теперь смотрите ctrl z ctrl z ctrl z так и вот теперь в режиме мы редактирование тройка на нампаде опять же это все дело опускаем так вот опускаем подгоняем и можно соединить вот эту кость вот с этими вот теперь ее выделяем и вот так теперь раз два три четыре пять выделяем все кости и жмем ctrl p и соединяем вот теперь кость соединилась с плавниками и задней вот этой костью давайте посмотрим как это все будет происходить объектный режим нажимаем на кость на вот эту жмем ctrl p с автоматическими весами вот так и попробуем теперь режим позы и попробуем что-то изменить вот нажимаем на этот поплавок жмем r вы видите в принципе ничего такого не изменилось кости ходят отдельно но возможно не потянет вот в чем проблема возможно как говорится не пойдет корабль вперед теперь делаем вот так режим редактирования опять же нажимаем на все вот эти косточки вот так и последнее на эту кость жмем ctrl p сохранение и так далее заходим в объектный режим все это делаем опять же через shift ctrl p генерируем автоматические веса и теперь добавляем режим позы вот так семерка на нампаде и начинаем чуть-чуть мучиться мы не без этого выделяем вот эти кости r щелчок g вот так щелчок r вот таким вот способом и вот так вот g где то вот так теперь этот поплавок двигается нормально проблем с ним не будет этот поплавок сюда голову тоже проблем нет а вот с хвостом проблема появилась так вот это первый кадр так смотрим что то так все нормально а и лок рот положение и вращение семерка на нампаде и жмем теперь ставим теперь десятый кадр так десятый нужно переписать вот это все ну с головы понятно это r поворачиваем в эту сторону этот плавник теперь в эту сторону этот плавник в эту сторону а вот эти плавники начинается вот если вы будете что то больше делать каких то движений то вот это будет уже прям конкретный геморрой вот вы видите что теперь нужно это все дело поломать перевести сильно перекручено нужно будет ловить это все дело теперь на эту кость шив зажаты на эту опять же так сначала верхнюю давайте задним пойдем назад так и вот эту кость вот так эту теперь g подставляем и вот вы видите насколько получается теперь неравномерный именно изгиб если r возвращать чуть-чуть g перетягивать тогда эту косточку видите надо будет подгонять чтобы изгиб был правильный как и тот а и жмем положение вращения записали мы два кадра вытягиваем именно вот эту боковую панель экспозиционный лист колесика вперед отматываем shift зажатые колесико все это перетягиваем и вот так вот все это дело подгадываем так теперь вот так уменьшаем и копируем первый кадр alt щелчок левой кнопкой мыши shift g на это 10 значит получается вот это будет пусть так сначала 10 alt e перетянем его на 5 вот так теперь вот этот alt щелчок e перетянем на 10 чтобы быстрее она двигалась и получается теперь вот так первый пятый пятый теперь alt щелчок и теперь жмем shift g и его на 15 ну где то вот так ставим короче где то 15 кадров 15 и enter и смотрим что у нас вообще тут получается так где то вот так вот так можно так сверху посмотреть ну вот плывет наша акула давайте запустим теперь по пути ну чтоб уже прикольнее было заходим в объектный режим семерка на нам паде и добавляем теперь так кривую без е можно добавить путь ну давайте без е и теперь табуляция режима редактирования вот это появилась вот это без е типа корова и транспозом вот так ее нужно перекрутить вот таким вот образом select box нажимаем теперь на вершину вот этой вот поворотной курвы тройка на нам паде даже давайте семерку на нам паде сделаем и как то ну что то покрасивее замутим е е е е вот так вот е r можно перекручивать вот так и теперь е вот так она будет вытягиваться ну словом вот такая штука пусть вот в таком духе будет и теперь заходим объектный режим следом выбираем нажимаем на вот эту центральную косточку и заходим в режим позы находим эту косточку вот которая будет тянуть весь этот корабль вперед и теперь находим именно опять же вот это кривые ограничитель кости добавить ограничитель кости следует по пути пипеткой нажимаем на вот эту кривую и жмем так это кто у нас куда попал да и теперь следовать разворачиваем ее от этой конечной и по Y ставим вот так ну где то так сейчас она развернется и попрет должна анимировать путь ставим на первый кадр так увеличиваем уменьшаем и погнали вот она зацикливается мало у нее кадров а путь длинный надо ей поставить подлиннее путь заходим в объектный режим вот такая вот акула находим вот эту вот именно скорбу и заходим вот эту функцию настройки данных объекта находим анимация пути вот эту вкладку и ставим вот здесь 15 кадров вот здесь ставим 15 наших кадров Enter ну и давайте посмотрим как все это дело бегает крутится вот так очень быстро надо ставить первый двадцатый сороковой шестидесятый кадр я просто побоялся что она слишком медленно будет как и лев бегать ну вот так вот носится и удачный эксперимент но настройка позы конечно требует доработки именно рик как его правильно сделать если кто-то знает подскажите напишите где какую кость завязать где взять именно то что нужно для нормального вот этого изменения позы вот этой модели все всем пока до свидания и вот вот вот